Полоса отвода РЖД, которая должна быть буфером между железной дорогой и пляжем, сдана в аренду. Здесь под высоковольтными линиями установлены торговые павильоны, кафе и мини-гостиницы, что недопустимо без согласования с муниципалитетом. Достаточно вспомнить пожар прошлым летом в одном из таких объектов, где погибли люди. Глава города требует привести полосу отвода в безопасный вид. С нами присутствует транспортный прокурор, который видит это все. Мы специально его пригласили, чтобы он своими глазами все увидел. Как я уже сказал, мы ждем, когда транспортная прокуратура сделает объективное заключение о законности нахождения этих объектов, о безопасности нахождения этих объектов и будем принимать меры. Меры будут приняты в отношении арендаторов пляжа. Они бывают разные. Те, которые работают ответственно, соблюдают нормативы. Есть зонты, шезлонги, но не прямо у моря. Треть пляжной полосы свободна для тех, кто пришел со своим ковриком. Есть и душ, и бесплатный туалет. Претензии к другим арендаторам, которые активизировались буквально перед обходом главы. Исчезли водные аттракционы, куда активно зазывают посетителей, и вдруг появились спасатели, которых отдыхающие раньше здесь не видели. Курортники просили Анатолия Пахомба не верить нерадимому арендатору пляжа. Нет, нет. Вообще, картинка сегодня очень отличается. Те, кто начал сезонную работу с обмана, отметили власти города, продолжать ее на пляже в микрорайоне Чкаловский не будут. Наша полномочия – расторгать договор, либо давать какое-то время на исправление, либо расторгать договор и искать нового арендатора. Что мы будем делать в ближайшее время в отношении пляжа, который находится в поселке Чкаловский. Жалуются люди на то, что проход к пляжу закрыла стройка. Ее еще в начале обхода обнаружил глава города и вызвал все соответствующие службы, чтобы проверить, есть ли у застройщика разрешение. Что это такое? Объясните мне. Прямо на нашу дорогу уже ходит, а? Что это, я спрашиваю? Почему это? Для туристов на самом деле очень неудобно, что вход на центральный пляж закрыли. Мы не один год уже здесь отдыхаем, постоянно ходили, а теперь нам приходится обходить очень вокруг много. Да, есть неудобства. Самостроито на улице просвещение или нет, установит комиссия. А главному художнику города дано поручение помочь арендаторам пляжных территорий благоустроить зоны отдыха, сделать их более яркими и привлекательными. Через 10 дней повторная проверка. Елена Авсицина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.